Ну, по поводу нашего участия в Ж-7 или в Ж-8, знаете, в 80-е годы такой журналист Василий Песков нашел в Сибири семью Гуйковых старообрядцев, которые прожили там несколько десятилетий. Они даже не знали, что закончилась Вторая мировая война, прожили после этого 40 лет. Что с ними произошло? Они умерли. Ну, конечно, я отчасти от того, что там были принесены инфекции людьми, которые искренне им хотели помочь. Но, к сожалению или к счастью, там для некоторых к счастью, а для некоторых к сожалению, мир устроен сегодня таким образом, что пытаться спрятаться в старообрядческий скит – это самоубийство. А тем более это такой большой и, в общем, нуждающийся в технологиях и в многом другом стране, как мы. Мне представляется, что объединение – это нам нужнее, чем мы ему. Потому что мы в действительности не такие умные, не такие работящие, не такие открытые, как нам хотелось бы думать. А мы в действительности ленивые, тугодумцы, тугодумые. У нас не все получается. Кстати, не обязательно, чтобы все получалось. Ну, вот не умеем мы делать машины. Ну, и не надо, мне кажется, на это тратить усилия. Зато мы умеем делать там вездеходы, например. Ну, и прекрасно. Ну, повторюсь, мне кажется, что стремление объединиться, стремление к такому колхозу в каком-то смысле – это определяющая тенденция мирового развития сегодня. Потому что вместе пахать поле легче. В России лучше быть интегрированной, интегрированной международное сообщество, чем наоборот. И я надеюсь на то, что все-таки медленно, но верно, наше руководство будет искать способы вернуться в клуб.